Летние каникулы в самом разгаре. Но это для детей. Педагоги же начинают готовиться к новому учебному году. Находятся в поиске новых методик обучения, современных подходов к образовательному процессу. Чтобы систематизировать данный процесс, Министерство дошкольного и школьного образования организовало семинар. Основная цель трехдневного семинара – повышение эффективности учебно-воспитательной работы в общеобразовательных школах, выявлений и решений, имеющихся проблем в данном направлении, а также определения планов на 2023-2024 учебный год. Обсуждение коснулось и разработки на основе выдвинутых идей и инициатив необходимых учебно-методических пособий, новых креативных подходов. Сейчас мы знаем, что в 21 веке дети наши очень развиты. Они намного идут вперед. И мы хотели бы, чтобы наши учителя могли этим детям дать правильное направление, чтобы у них, самое главное, не было никакого пробелов. Они могли идти вперед, целеустремленно, и наши учителя тоже должны быть соответствовать этому уровню. И мы хотим после этих трехдневных семинаров выйти подготовленным, вооружены, чтобы мы могли своим коллегам донести до них, чтобы они были подготовлены к новому учебному году. Одна из актуальных задач, рассмотренных на семинаре, это развитие среди учащихся культуры поведения и воспитания, поднятие на новый уровень. Также были затронуты вопросы касательно занятий ими достойного места в обществе. Да, мы можем дать им качественное образование, но если их воспитание не будет организовано в патриотическом духе, возникает закономерный вопрос, насколько они в будущем будут полезны для нашего общества. И в связи с этим мы должны организовать системную работу среди молодежи в этом направлении. В рамках семинара, в котором приняли участие 250 ответственных сотрудников сферы, представлены лекции и состоялись тренинги, охватывающие такие аспекты, как системная организация профессиональной подготовки учащихся, профилактика различных правонарушений среди них, содержательная организация внешкольного времени подрастающего поколения. Сегодня стремительно меняется жизнь. Вместе с этим особенно культура поведения учеников и учителей. На семинаре пути реализации задач в этом плане обозначены на примере жизненных фактов. Наставник или учитель должен быть примером для учащегося буквально во всем, в том числе и в культуре поведения. Без воспитания мы не сможем дать качественное образование. Участники семинара озвучили свои предложения и инициативы, которые послужат организацией системной работы, а также повышение эффективности реализуемых мер в данном направлении.